Давайте представим, что вам поручили поднять сайт. Вы берете один компьютер, ставите на него Linux и поднимаете какое-то приложение, выступающее веб-сервером. В один из дней этот веб-сайт развивают и вам говорят, что для него теперь нужна база данных. И вы на этом компьютере ставите еще одно приложение. Еще через пару дней вас просят поднять файловый сервер, чтобы хранить файлы бухгалтерии, данные о клиентах и тому подобное. И снова вы на этом компьютере поднимаете нужное приложение. Итак, продолжается день за днем, вы продолжаете ставить на этот компьютер различный софт. И в один из дней какой-то хакер взламывает ваш веб-сервер, получает доступ на сервер и крадет данные из вашей базы, файлы бухгалтерии и прочую информацию. А напоследок все стирает. Вы из этого выносите урок и отделяете веб-сервер на другой компьютер. И вроде все нормально, пока вы не нанимаете младшего специалиста, который по ошибке опять все стирает. А потом в один из дней вы ставите программу, которая при установке ломает кучу зависимостей и опять ничего не работает. В итоге вы приходите к пониманию, что лучше все приложения держать отдельно. Так легче обеспечить их безопасность и смягчить сопутствующий урон, если что-то пойдет не так. Но для этого вам придется купить кучу компьютеров. Использовать ресурсы каждый компьютер будет не так много, но вот по деньгам выйдет очень дорого. Вы заходите в гугл и узнаете, что есть такая технология виртуализация, которая позволяет запускать виртуальные компьютеры внутри реального. И вам теперь не нужно будет покупать множество компьютеров, все внутри одного. Но у каждого виртуального компьютера тоже есть виртуальный монитор, виртуальная клавиатура, мышка, виртуальные сетевые адаптеры и кучу прочего оборудования, которое нужно эмулировать. Кроме того, у каждого виртуального компьютера есть своя полноценная операционная система и куча программ и файлов. А значит каждую из этих операционных систем нужно настраивать, обеспечивать безопасность, следить за объемом диска и так далее и тому подобное. Вроде бы все приложения у вас изолированы друг от друга, но вам из-за этого придется потратиться на довольно дорогой компьютер. А можно ли как-то изолировать приложение без необходимости поднимать виртуальные компьютеры со всякими этими устройствами и операционными системами? Да, и это делается через контейнеризацию. Чтобы понять контейнеризацию, для начала абстрактно представим виртуализацию. Представим компьютер, то есть оборудование. На него ставится операционная система, которую можно поделить на две составляющие. В пространстве ядра работает ядро операционной системы и его модули. Эта часть отвечает за управление процессами, памятью, драйверами и тому подобное. Другая часть ядра – пространство пользователя. Тут уже работают все наши программы, включая систему универсации систем D, оболочку, системные и пользовательские программы. Для виртуализации ставится специальная программа – гипервизор. К примеру, наш виртуалбокс. Он работает и в пространстве ядра в качестве модуля, и в пространстве пользователя в качестве софта для эмуляции оборудования и управления виртуальными машинами. Говоря про эмуляцию оборудования, я в основном говорю про периферию. То есть процессор и оперативка обычно не эмулируются, а используются напрямую. Так вот, с помощью гипервизора мы можем создавать виртуальный компьютер, то есть виртуальное железо, и ставить поверх этого виртуального оборудования полноценную операционную систему, которая также состоит из пространства пользователя и пространства ядра. Вот так работает виртуализация. Довольно ресурсоемка, но зато можно внутри одного компьютера поднять несколько операционных систем. Теперь рассмотрим контейнеризацию. Все так же мы поверх оборудования ставим операционную систему. Но теперь вместо гипервизора используется другой софт – контейнеризатор. Если при виртуализации вам нужно было виртуальное железо, чтобы на нем запустить полноценную операционную систему, то в контейнерах нет полной операционной системы. Пространство ядра – общее для всех контейнеров и основной операционной системы. Отличается только пространство пользователя. При этом, если я хочу запустить веб-сервер в контейнере, нужны ли мне систем D и куча другого софта, которые используются в полноценной системе. Да нет, хватит каких-то основных библиотек, какого-то базового софта и все. Веб-сервер можно хоть скриптом запускать. А в другом контейнере, где будет крутиться другой софт, будут только те файлы, которые нужны для работы того софта. То есть, получается, мы изолировали программу и обеспечили ее зависимостями. Это и есть наш контейнер. И какие выводы из этого можно сделать? Виртуализация эмулирует железо и ставит полноценную операционную систему, где изначально куча софта, а значит используется много ресурсов. При этом нужно следить за каждой виртуалкой, обеспечивать ее безопасность всякими антивирусами, фаерволами и прочим, а также следить за использованием диска и прочих ресурсов. Зато здесь можно поставить любую операционную систему и делать почти все, что угодно. Контейнеризация же, грубо говоря, просто изолирует процессы. Работает программа в своем пространстве и видит только то, что ей нужно. При этом контейнеры используют общий kernel space. То есть, если программа создана под Linux, то в своем контейнере она будет работать на любом дистрибутиве. А вот если программа создана под Windows, то контейнер с ней будет работать только на Windows. Поэтому современная инфраструктура – это смесь виртуализации и контейнеризации. Причем нередко система с контейнерами крутится внутри виртуалки. Если говорить про контейнеризацию, то идея изолировать процессы и директории, в которых они работают, существует давно. Еще во времена Unix появился чрут, который запирал процессы в директории, и они думали, что корнем является эта директория. Есть cgroups, с помощью которого можно ограничивать процессом ресурсы. Также есть namespaces для изоляции процессов, сетевых устройств и прочих ресурсов операционной системы. Можете почитать чуть подробнее в статье на Хаббре. Но был нюанс. Зачастую, чтобы настроить изоляцию, приходилось прочесть много документации и много повозиться. Это отпугивало многих, и они предпочитали не заморачиваться с изоляцией. Поэтому нужен был простой и удобный инструмент для изоляции. И им стал Docker. Как для виртуализации одной из программ является VirtualBox, так и для контейнеризации одной из программ является Docker. Разве что Docker является самым популярным решением. Во-первых, потому что он предоставляет удобный функционал для работы с контейнерами. Во-вторых, потому что Docker Hub. Помните, мы говорили про кастомные пространства пользователей в контейнерах? С другими типами изоляции вам приходилось их вручную собирать. А Docker позволяет скачать готовые образы одной командой. Захотели веб-сервер? Хватит одной команды и ничего не нужно настраивать. Плюс к тому, это еще и изолировано. Хотите связку из веб-сервера, прокси-сервера и кучи других каких-то приложений? Берете небольшой файлик с парочкой опций и все готово. Вручную бы вы это настроили за пару дней. Мучаясь с документацией, непонятными проблемами. А тут буквально за пару минут и все работает. А если что-то упадет или даже все, восстановить какой-то сервис или полностью инфраструктуру на виртуалках может занять дни, недели, а то и месяцы. А если все на контейнерах, то почти все можно поднять автоматом за пару часов. Конечно, звучит здорово, но с контейнерами нужно работать несколько иначе, чем с виртуалками. То есть нужны другие методологии и практики. Например, контейнеры рассчитаны на то, что данные там не будут храниться. И что в любой момент вы можете удалить контейнер и заново поднять. То есть в контейнеры крутится только софт. И если с ним что-то случится, баг или взлом или любая другая проблема, вы просто удаляете этот контейнер и поднимаете новый, ни о чем не задумываясь. С виртуалками так делать нельзя, потому что внутри виртуалки данные. Придется сначала их забрать оттуда. А к контейнерам вы изначально цепляете данные отдельно. Как, скажем, к виртуалке цепляете отдельный диск только для данных. Такой подход называется stateless, то есть без сохранения состояния. Упал контейнер и фиг с ним. Подцепил данные к другому и запустил. Потому что иначе вас ждут проблемы. В этом кастомном пространстве пользователя почти нет всяких утилет, которые бы помогли вам восстановить работу. Вплоть до того, что в контейнере может не быть текстового редактора, баша и прочих прелестей обычной системы. Но вы можете создать свой образ и положить туда нужные вам инструменты, либо изменить существующий образ. Давайте определимся с некоторыми терминами. Image. Образ системы, то есть шаблон. Гробо говоря, это кастомный юзерспейс с какими-то готовыми программами, библиотеками и прочим. Docker файл. Вы можете написать текстовой файл, в котором указываете инструкцию по сборке. И запустив команду с этим файлом, вы получите образ. Image. Опять же, это не обязательно, и вы можете использовать готовые образы. Контейнер. Запущенный образ. С одного образа вы можете хоть 100 контейнеров запустить. При этом каждый контейнер будет по-своему уникален. Как в поговорке, нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Если вы запустили образ, то там уже запустились процессы, записались логи, какие-то события произошли. То есть, что-то поменялось, и уже это нельзя назвать образом или шаблоном. Но, если вы захотите, сможете из этого контейнера сделать образ. Registry. Репозиторий. Место, где держат образы. Как тот же самый Docker Hub. Но вы можете поднять внутри компании свой репозиторий для своих кастомных образов. Persistent Storage. Постоянное хранилище. То, что цепляется к контейнеру для постоянного хранения данных. Если вы удалите контейнер, эти данные останутся. И вы сможете прицепить хранилище к другим контейнерам. Касательно установки докера, всегда рекомендую предварительно смотреть документацию на официальном сайте. Обычно все сводится к добавлению официального репозитория и установке пакетов из него. При этом ставится бесплатная версия докера. Как вы поняли, есть и платная коммерчески поддерживаемая версия. Но на Rheal докер не поставить. Хотя на Cintos можно. Для своего дистрибутива RedCut заменили докер на Podman. Работать с которым мы научимся в следующем уроке. Подман, как и докер, сделан по определенным стандартам. Поэтому контейнеры, которые работают в докере, будут работать и в Podman. Даже большинство команд докера будут работать в Podman. Есть архитектурные и функциональные отличия, которые мы затронем в следующем уроке. Вообще, тема контейнеризации и в частности докера слишком обширная, чтобы рассмотреть в рамках одного, двух и даже десяти уроков. Поэтому в данном курсе я рассмотрю то, что касается экзамена. А если вам интересно, в интернете есть множество бесплатных курсов по докеру. Но к теме докера я и сам вернусь в будущих курсах.